Приветствую вас дорогие зрители. Дамы и господа, продолжаем мы нашу кампанию. Ага, понятно. Так, в прошлой серии у нас тут была славная заруба. Под этим вот поселением затрудняюсь прочитать название. Я думаю так, все помнят эту славную битву. Вот, так, тут мы идем на штурм, точнее взяли в осаду это поселение, но пока что, не знаю, буду их выкуривать, чтобы они выходили на меня в атаку. Здесь армия восстанавливается, полководец наш Даймио тоже будет восстанавливаться еще долго, но как бы ничего не подделаешь. Как раз к этому времени, я надеюсь, у нас восстановятся войска. Вот, кстати, этих ребят тоже надо флот, наверное, далеко не убирать. А вот, и перебросить их тоже, наверное, на этот остров. Короче, все поплывут на остров, так как мы с с Куротой в Союзе, то в целом как бы можно войска оттуда снимать. Тут найм у нас идет, кавалерия тоже нанимается, надо посмотреть, может тут еще что-то есть. Ну, я думаю, что мне кавалерии как бы много не надо, единственное, вот этих бы, конечно, воинов я бы посмотрел, но нету ресурсов на них. Вот, поэтому, как бы, не знаю, даже тут трудно сказать, где этот ресурс раздобыть. Возможно, потом по мере захвата поселения он найдется где-то. Вот. Так, флот, флот на подходе. Тут у меня какие-то, я смотрю, армии уже набрались. Нагинаты, нагинаты, переброшу их сюда. Ну, вот так вот. Как-то. Так, ну что ж, в целом тут у меня, как по-моему, единственное 8000, которые надо куда-то бы влить в какой-то, возможно, найм, возможно, строительство. Посмотрим, что у нас здесь есть. Продовольствие. Ну, можно улучшить продовольствие, можно все-таки, да, действительно увеличивать лимиты для найма. Вот так вот. Хотя нет, наверное, сначала... Так, а где-то тут у меня что-то еще... А, кавалерия. Кавалерия огнестрельная. Вот, интересно. Он тут достраивается, так что в целом нормально. Закажу здесь еще посадную, эту мастерскую. Фермерский город, фермерский... Так. Надо бы здесь тоже будет перестроить. Это не фермерскую деревню, а, наверное, самураевскую деревню, потому что осигару мы можем набирать там наши сатсуми, а у самураев можно здесь заточить это поселение именно под них. Так, ладно. Тут мы штурмуем. Агент там походил. Мы везде походили. Исследования, я так понимаю, идут. Отлично. Тут у нас с портами вроде бы все нормально. Блокат нигде вроде бы я не вижу. Ну и отлично. То есть можно пропустить ход. Итоги. Хототорговое соглашение расторгнуто с Куки. Вот. Его там, я так смотрю, и Каики рисуют по полной программе. Порт заблокирован. Осень. И, как мы видим, не захотел нас Кона атаковать. Выходить на деблокаду. Вот меня что-то уже это как бы настораживает немножко. А не идет ли тут к нему подкрепление. Попробую здесь. Ух ты ж как. Вот это номер нашего монаха казнили, который самый у нас такой прокачанный был. Видимо за счет того, что... Так, кто тут у нас? Так. Какая-то кавалерия набралась. Так, интересно, как же так вышло? Ну тут, видимо, и так у них мятежи регулярно поднимаются. Но как это так наш монах попал? Такой дядька был серьезный. И вот так вот. Тогда придется, придется набрать их здесь побольше. Здесь тоже можем набрать монаха. Здесь нет. Где-то у нас еще монастыри были. Посмотрим так, чтобы... По-моему, здесь на севере. А, ну все, лимит, видимо, уже... Да, максимум монахов. Клан уничтожен. Ходзи Цунанария. И где же ты так попал у нас? Ходзи. Тут... Иура какой-то. Ладно, надо посмотреть, что у нас с торговыми соглашениями. Я так смотрю. Анфрендли и Ваки. Ваки не будем трогать. Аура тоже анфрендли. Ну, они все, я смотрю. Не очень дружелюбно к нам настроены, поэтому... Ладно, не будем с кем-то даже пытаться разговаривать. Хиго. Постройка есть. Найма для огнестрелов пока нет. Значит, надо продолжать строительство. 24 тысячи заказываем. Монах, как у нас, далеко вообще ходит? А, я его только заказал. Ну, да. Тут найм... Найм идет. Флот этот, пускай, наверное, сюда садится. Хотя зря я его так повел. Надо было за огнестрелами сначала бежать. Да, поплывем за огнестрелами. Ниндзя. Тут у нас где-то наш Ниндзя. Вот он наш Ниндзя. Попробуем саботаж провести. Саботаж успешный. Да, и теперь... И теперь... Я смотрю, что Кона не решился вылазить. Да, опять-таки вернемся к этому вопросу. Что у нас тут стрелков? Жаль, огнестрелов немного. Да и вообще, как бы... Сейчас они завалятся тут двумя стеками. Тут вообще так не весело. А пойду назад схожу, посмотрю, что там. Еще. А тут надо, да, устраивать опять-таки вылазку десанта. Наши... Вот эти ребята как будут себя чувствовать. Ну, в целом... В целом нормально восстановились. Можно забирать их. Нечего тогда вот. Рассиживать, высиживать. Так, по идее, должен забрать их. О, отлично. И на следующий ход я смогу тут под вот этим поселением высадиться. Ну, немного тут я смотрю. На даче потрепанная. А так, в целом нормально. Так, строительство, маркет уже смотрел. Что-то у нас войска какие-то, по-моему, набрались. Здесь кавалерия. И еще вербуется один отряд. Так, интересно, тут лимит у нас не увеличился для найма каких-нибудь стрелков. Пушки, тут все. Нет, ничего такого интересного не появилось. И здесь... Тоже я смотрю. Что вам сюда надо? Я рехирую, я понимаю. Какое-то... Даже почему-то не пишут, какой ресурс нужен. Странно. Но какой-то ресурс нужен. Непонятно. Ну, ладно, хорошо. Так, значит так. Ребята, вы уйдете, уже сплавали. Да, ну тогда я не буду идти на штурм этого поселения. Пускай они сами выходят. Если, конечно, сейчас зима не наступит. И я буду просто вынужден атаковать. Но я смотрю, у них поселение самого высокого уровня. То есть тут вообще, как бы, таким составом неизвестно получится ли взять. Мне лучше воевать здесь в открытом поле, как бы. Потому что у меня пять отрядов кавалерии. А бойцов, которые могут лезть по стенам, ну вообще считанные единицы. Поэтому, я же говорю, мне выгоднее встречать вражеские войска. Даже пускай, если это будет даже два отряда, ну две армии. То есть я думаю, что вполне успешно я выстаю здесь. Ну я на это надеюсь. То есть, и заодно как раз можно будет посмотреть одну функцию наших войск, стрелковых войск, которые не удалось мне за всю кампанию. Не было ни одной такой битвы, в которой можно было реализовать эту фишку. Но пока что ладно, пропустим ход. Посмотрим, как будут события дальше развиваться. Вот такой вот интересный СО предлагает нам МИР, чтобы мы ему еще и заплатили 7500. Нет, товарищ, извини, но как бы на таких условиях вообще никак. Так, осень продолжается. Я так подозреваю, что зима уже, наверное, на следующий ход, наверное, войдет в действие. Так, флот подгоняем. Тут у нас с войсками еще найм идет. Четыре хода эти ракетчики будут набираться, когда ниндзя обнаружен. Армии, армии где-то... А, это вот эти вот мятежные армии обнаружены. Так, тут я смотрю, сняли блокаду с этого поселения. Будем мятежников саботажить. Отлично. Набрались войска, стрелки, кавалерия, лучники. Кавалерия, кавалерия. Где-то тут кавалерия. Кавалерия, давайте тоже сюда, в это поселение. Бегом бежит. Так. Что тут же наш Кона? Кона не хочет выходить на бой. Вот, возможно, все-таки где-то идет подкрепление к нему. И, возможно, он его дожидается. А может быть, он просто ждет зиму. Вот, придется самому карабкаться на стены, что не очень хочется. Ну, а с другой стороны, можно попробовать вот здесь высадку провести. Хотя, наверное, высадку я лучше проведу вот где-то здесь. Так, я думаю, будет удобней. Чтобы опять не налететь на пару стеков вражеских. Вот, отлично. Со следующего хода я пойду, наверное, сразу на штурм. Потому что, да, вероятнее всего будет зима. И, как бы, понимаете, зимой тут держать армии врага, ну, точнее, эти города врага в осаде. Это не очень выгодно. Тут я буду улучшать все-таки вот эти вот все постройки. Для того, чтобы граница с Куродой. Но, как бы, хоть мы с ним и в союзе. Но это такое дело, как бы, что этот союз может быть расторгнут очень-очень легко и просто. Поэтому, как бы, лучше этот момент предупредить. Вот. И обезопасить свои поселения. Агента, наверное, пока посажу в поселение. Пускай они понемногу уже повышают свой уровень мастерства. Пока я буду тут флотом собирать все вот эти вот армии свои. Тут можно даже монастырь еще больше отстроить. Это не очень бы хотелось. Он поедает... Точнее, содержание провинции увеличивает. Что не очень хорошо, как бы. Здесь можно даже вот так потратить 3000 и отстроить эту постройку. Плюс еще один отряд в гарнизон наш. Так. Ну, вроде бы все. Ниндзи походил. Агенты тут ходят туда-сюда. Единственное, она была гейша. Наверное, все-таки... А, но я тут уже не могу атаковать никого. Вбирать не всего. Отсюда сейчас придет еще подкрепление. Ну, посмотрим. Пропущу ход. А там уже будем по ситуации, как бы, смотреть. И вот такая интересная ситуация. Гона нас атаковал. Опять со своими мангалерами. Манганелями. В общем, это не радостное такое событие. Но благо у нас тут войска в целом неплохие. Я думаю, что мы сможем успешно обороняться. Стрелков у нас тоже хватает. Правда, меткость у них такая кривоватая у наших лучников. Но зато ранги хорошие. Поэтому я думаю, справимся уверенно с этими войсками. Единственное, что теперь осада опять-таки под вопросом. То есть я думаю, скоро мы тут повоюем еще. Долго, я думаю, будет завоевание его земель. Итак. Опять ограниченный вот такой участок земли нам дают. Для размещения наших в армии. Лесистая местность. Вижу, что, наверное, мартары наши вот здесь станут. Я думаю, что деревья не должны им мешать. Для обстрела вражеских позиций. Лучников. О! Вот он функционал этот появился. Непонятно почему. Тут, как правило, надо где-то ходик один отстоять. Чтобы появились вот эти вот интересные штуки. Ну, это стена щитов. А вот это вот веселая штучка. Это такие бамбуковые. Как бы заградительные штуки. Вот. Тут надо теперь подумать, как их так грамотно разместить. Ладно, я, наверное, сейчас кавалерию быстренько сейчас спрячу куда-то. Чтоб она нам тут не мешала. Глаза не мозолила. Где-то в лесу ее поставлю. Полководец у нас, естественно, в тылу. Надеюсь, манганели не будут сюда доставать. Так, рубаки наши. У нас вообще, я смотрю, ближнего боя бойцов не так уж и много. А вот эти, кстати, самураи не ставят, да? Такие подобного рода укрепления. Ну, хорошо. Так. Ребята, как вы, где-то вы как бы тут будете занимать какую-то местность. Ну, как бы тут, да, неплохо так получается. То есть, ладно, я сейчас пока расставлю войска, отключусь ненадолго. И потом, по итогу, включусь заново. Ну, что ж, вот такая приблизительная ситуация у нас получается. То есть, стрелки огнестрельные могут ставить вот такие вот укрепления. В лесу не ставят, на открытой местности ставят. Не знаю, как в классическом всеогоне есть такое или нет. Честно, не помню. По-моему, нет. По-моему, там только лучники могут ставить огнестрельные щиты. Вот. Я их располагаю вот здесь вот впереди. По итогу отряда я отведу на позиции. Вот здесь расставлюсь за щитами. Наверное, вот так вот вытяну линию обороны. Можно даже прям взять сразу и заняться этим вопросом. То есть, вот так вот растягиваю огнестрелов своих. Лучников забираю назад. Вот так вот этих чуть ближе подвожу. То у нас вот эти стрелки остаются. Стрелков тоже сюда на позицию. Так, стоп, что он тормаживает даже немного. Вот как-то так. То есть, когда враг будет атаковать меня, ему придется маневрировать через вот эти вот все укрепления. Я надеюсь, что это замедлит его скорость передвижения. Благодаря чему мы будем успешно его расстреливать нашими войсками. Выходит там ему подкрепление во фланге. Небольшое, но все же. Да, но я рассчитываю на то, что пока они дойдут до нас, они сильно устанут и так далее и тому подобное. К тому же, по-моему, вражеские манганели не могут стрелять. Дальности стрельбы им не хватает. Что меня, конечно же, радует. Вот. Очень даже так неплохо. Большую часть армии они пока не видят. Я думаю, в процессе, когда они будут подходить все ближе и ближе, я думаю, наши войска обнаружатся. Может быть, ну, а кавалерия сейчас побегает. Вот, скорее всего, она была обнаружена, так как она на большой скорости двигается. Поэтому, да, я думаю, сразу засекли их. И, как вы видите, сразу начали как-то формировать армию немного по-другому. Но сейчас она займет свои позиции. Я думаю, что опять пропадет из-за света. Хотя, странно. О, отлично. Все. Не видно. Видно только наших вот этих вот несколько отрядиков. Я думаю, что сейчас мы начнем вот так вот бомбить сюда. Катана и Асигару драфтать. Естественно, сразу обнаружены наши стрелки. И я думаю, что сейчас как бы начнется самое, ну, самое веселье. Ай-яй-яй. Да, стреляли на опережение. И вот такая вот беда получилась. Ну, ничего страшного. Сейчас вот подойдут враги в зону поражения наших стрелков. И начнется самое интересное. Кто такие? Тут все бегут. Юми, самураи. Что ж такое? Что ж за лаги такие? Да, на опережение не очень это хорошо происходит. Стрельба такая вот. В Юми лучники. Мы попробуем сюда в кучу бомбить. Наши самураи тоже, точнее Асигару тоже идут. Стрельбу я сейчас попробую. И вот такой вот получается, да, момент, что врагам приходится в обход идти. А нам приходится встречать эти враги. Кавалерия, пускай, не засиживается надолго. Лучников попытаемся тут размолодить сейчас. Ну, потери в любом случае будут. Единственное, что я думаю, они будут не такие большие, как могли бы быть. Наша кавалерия в целом успешно работает. Ураган вот так вот поливаем как следует. Так, я думаю, что надо отходить отсюда, где наши вот эти вот весовые, бодрящие бойцы. Пускай они обстреливают дальние отряды. Что у нас здесь происходит. Вот мы добиваем уже вот эти войска. Тут тоже успешно поливаем вражеские отряды. Бьем я сигару там. Так, ребята, 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 давайте все сюда. Стрелки наши, я смотрю, что-то вот они прям разошлись. Не на шутку. Я думаю, что стоит их вернуть, а может быть, даже включить им ближний бой, попытаться уволить командирами. Так, кавалерии, наверное, стоит отступить, потому что там много на Геннаде. Лучники пускай вот сюда долгат. Катан, мы можем даже немного перебросить на фланг. Тут у нас вроде бы все успешно пошло. Так, вот, ладно, враги разбегаются под обстрелом наших минометов. Вот, даже попробую их подогонять и подобивать. Да, вот такая вот веселая битва. Я тут так сказал. Ну, как на мой взгляд, сыграли вот эти укрепления. Очень даже неплохо, как вы видите, тут побито кучу народу. Вот тут полягло врагов вообще перерублено. А у нас, как бы, потери... Ну, я не могу сказать, что прямо они такие вот серьезные потери нашей армии понесли. Сейчас вот по Манганелям еще не пройдемся. Они по нашим солдатам бомбят. Они немного по их солдатам постреляют. Ой, на опережение. Ну, конечно, да. Манганели тоже, кстати, интересные такие штуки. Единственный минус, конечно, что они немного передвигаются. Ну, собственно, как и пушки. Но, по-моему, эффективность у них повышена. Попахает так, что я-яй-яй. Давайте, ребята, шустрее, а то народ отпадает прям. Интересно, что все, по идее, они в упор уже не могут бросать. Да. Тут добиваем уже, догоняем все войска. Тут у них по численности 24 человечка попробуем догнать. Мелочь всякая бегает. Тут, я думаю, наши катаны справятся. Да, ну вот как бы и все. Постреляли и хватит. Победа. Завершаем сражение. Решительная победа. Итоги битвы. Как вы видите, 357 человек мы потеряли. Враг потерял 2800. То есть, очень даже не мало, скажем так. Вот. Я думаю, что в большинстве, ну, по большей части, это заслуга вот этих вот наших укреплений. То есть, что тут у нас уже, кто-то у нас отличился. Кавалерия неплохо нарубила. По 200, по 300 человек с хвостиком. Ну, а все так, в целом, по сотенке настреляли. Это негасимые стрелки тоже неплохо себя показали. Ну, в целом, такой бой интересный, на мой взгляд, получился. По этим укреплениям еще раз могу сказать, что... О, вышли, ребята, на деблокату. По этим укреплениям, как правило, они появляются, если войска стоят хотя бы вот один ход, они стоят на месте. То есть, пропустили ход, где-то, да, подошли, встали и пропустили ход. Вот, и вот... Даже, да, если они один ход, они стоят на месте, тогда появляются вот эти укрепления. Если на вас кто-то будет нападать, то эти функционалы у вас появятся. То есть, у меня, как правило, если войска... Ну, если я иду сейчас, допустим, на деблокату, то вряд ли у меня появятся эти укрепительные сооружения. Но вот сейчас посмотрим, как это будет. Ну, и вот в данной ситуации, когда мы высаживались, то есть, вероятнее всего, когда высаживаетесь, то тоже у вас появляются вот эти вот укрепления для обороны, вот, атак врага. Ну, а пока что перейдем к очередному сражению. Я думаю, здесь тоже будет достаточно весело. Что ж, бой. Итак, битва такая вот на закате, что солнце там подключивает немного. Ну, да ладно, лесистая местность. Я сейчас пока расставлю войска и подключусь. Ну, в целом, такая, на мой взгляд, стандартное построение. Кавалерия во фланге. Даже можно сюда немного завести. По фронтам Яри стоят. И тут на прикрытии катаны. То есть, так как у нас пехоты ближнего боя немного, ну, все равно, я думаю, они свою роль, как бы, сыграют. А, вот. Тут Канагинат поставил монахов. Посмотрим, как они себя будут проявлять. И лучники, монахи тоже здесь же. Рокеты и мортиры. Мортиры можно даже, наверное, вот сюда поближе поставить. Ну, что ж, поехали. Мортиры пускай бомбят без приказа. Посмотрим, куда они будут молотить сейчас. Юми Асигаро. Юми Додзю Самурая. Вот оно сюда как раз и полетит. Додзю Самурая пострадали очень-очень, даже не было. Юми Асигаро. О, рокеты пошли. Рокеты, конечно, суровые, ребята. И пошло дело. Пошло дело. Лучники еще пока огненные стрелы не зарядились. Но, я думаю, что это все в ближайшем будущем. Кавалерия наша тут постреливает. Интересно. Кстати, на Геннаты тоже пускай уходят. А тут не будем, наверное, зевать. Туцуба наша пускай встречают вот этих негодяев. Все лучники. Огненные стрелы. Кавалерия пускай идет сюда. Тут тоже встречаем. Лучники конные. Пускай сюда обстрел ведут. На Геннаты заходят во фланг. Так, вот эти наши ребята тут и стояли. Что-то я смотрю. Ребята, вы сюда. Рокеты сюда. Огонь ведут. Давайте, давайте. Тут у нас во фланге что-то какая-то заруба происходит. Ай-яй-яй. Встретились с этой пиктурой. Я все время готов. Забываю про... Про нашу кавалерию. На Геннаты тут вроде улыбаться нормально. Стрелки... Стрелки тоже вроде неплохо. Кавалерия вышла вроде. Но надо отступать, потому что тут куча-куча. Большая куча. На Генната Асигаро. Да, то есть вражескую кавалерию мы перерубили. А вот... Да что ж так? Давайте догоняем их. Рокеты тут тоже уже, смотрю, повеселились неплохо. На Геннаты тоже, смотрю, немного порубились. Эти уже ребята дрожат. Вот как раз можно их попробовать добить. Да, кавалерию тут немного зазевался и потерял так неслабо. Да и лучники мои тоже под раздачу попали. Победа. Решительная. Итоги битвы. 343 человека наших перебито. Врагов всех перебили. Ну, надеюсь, поселение взяли. Да, отлично. Завоевываем поселение. Оно. Берет в блокаду порт наш. Ну, это уже не страшно. Мака тут плавает. Итоги. Хода зима началась. О! Наша известность растет. Много портов заблокировано. Зима. Да, сейчас я посмотрю, что делать теперь с этой осадой. Так, тут у нас наблюдение за армиями, за городами. Репрессии. Значит, будет наблюдение. Здесь, ну, давайте вот так, вот так. Тут у нас что? 10% критического успеха. 10% шанс обнаружения ниндзя. Тут что? Тут что? Так. Дальность... Ну, пускай, я не знаю, шансы критического успеха сделаем. Так, для разнообразия. Так, обнаружены войска. Это здесь, я так понимаю. Кона еще все-таки жив. Что у нас тут с этой постройкой? Постройка такая, точнее, город такой очень даже неплохой. Так. Тоже, как бы... Город подлучников сделанный. По-моему. Ну, да, вроде. Ну, хотя, как-то и кавалерия тут присутствует. Доджер, да. Самурай холл у них только пока что. Поэтому... Как-то так. Можно еще увеличивать тут меткость. Тут поселение... Мятежное поселение. Это хорошо. Так, ладно, армия. Армия восстанавливается. Причем даже очень быстро восстанавливается. Здесь, ну, даже не знаю. То есть, идти сейчас на штурм... Как вы видите, тут поселение у них не слабое. Что у нас есть из засадного? Только мартары. Войска побитые. А у них там армия громадная, гигантская просто. Да, неуспешно. Ну, неудачно так я высадился здесь, конечно. Хоть опять назад плыви и чини армии эти. Наверное, так лучше всего и надо будет сделать. Да. Правляемся, наверное, назад к себе. На родину. Восстановим силы. Может, таким составом атаковать. Вряд ли что-то из этого получится хорошее. Полководцы где тут? Ага, вот тут один есть полководец. Попробуем его убрать. Отлично, цель уничтожена. Тут армия у нас восстановилась. Но вот я не помню, что у них здесь сидит. Ладно, попробую сейчас выйти. Вот, а здесь тоже неплохо войск следит. Опять-таки, штурмом идти на них смысла нет. Поэтому тоже, как бы, не буду спешить. Подожду там несколько ходов. Что у меня тут с наймом? Набрались. Это негасимая самураи. Это стрелковые. На даче. Ну, здесь я еще жду рокетов, по-моему. Да. А вот тут нам предлагают монастырь отстроить. Пока я не буду его развивать. Так, тут у нас собралась еще армия одна такая, не слабая. Единственное, что стрелков у меня мало. Вообще, надо хотя бы лучников, наверное, тогда понабирать. Пока три хода набираются. Наши вот эти чудо-бойцы с ракетами. Так, 135 дальность. Но вот все равно почему-то у этих-то 140. Да, чуть подальше они будут стрелять. Неизвестно, как они, конечно, 135. Метка здесь. Да, здесь 125. Орлот скилл одинаковый. 21 у лучников, конечно, пошустрее они будут. 52. У них в отряде 84. А здесь 105. Тем не менее, там самураи, как бы. Да и сейчас с атаками, с этими... А, хотя пять ходов нет, ребята. Так не пойдет. Вот так вот пойдет. По максимуму. То есть, сколько их там? Три отряда еще я возьму. Пускай нанимаются. Здесь тоже не мешало бы, конечно. Можно бы и Сахеев было взять, но... Так, сколько еще раз тут? Три хода. Возьму себе парочку Сахеев. Кавалерия. Ничего пока тут не появилось, но... Да. Строительство идет. Самурайский город. Самурайский большой город. Да уж. Нет, где-то я хотел, по-моему, здесь что-то я хотел построить. Деревня и, возможно, даже здесь самурайскую деревню. У нас тут додзю есть. Да, пускай будет самурайская деревня. Здесь я тоже додзю хотел заказать. Уже не хватает. Жаль. Фермерская деревушка. Тоже пускай будет самурайский город. Продовольствия у нас пока хватает, так что... Так, строительство. Большой город Каламото. Это вот этот у нас. Хорошо. И что у нас еще? Макамура. Осадное сооружение. Максимальное число стрелков. Понятно. Ну что ж. Ниндзя еще наш детекты. Но я думаю, что вряд ли он тоже сможет что-то сделать. Потому что денег нет. Да, денежек не хватает. Но, тем не менее, пойдем... Это не, никуда я пока не пойду. Тут стоит вражеский этот монах. Чтобы вдруг ничего тут плохого не случилось. Флот наш. Флот попробует... Да, вот так вот мы отгоним отсюда врага. И... Кстати, вот этот один корабль попробует... А, это специи, по-моему, для благовония. Нет, мне это неинтересно. Пускай это до сюда куевут все вместе. А, тут... О, кстати. Тоже нечего тебе тут бродить. Плыви отсюда подальше. И объединяю вот этот... Вот этот... Здесь у нас все пока нормально. Тут у меня тоже где-то, по-моему, был флот. Или нет? Нет, уже... Уже куда-то я его перебросил. А, вот он у меня стоит. Хорошо, пускай он здесь и находится. Да, жаль, конечно, что не получилось. Осады. Ладно. Тогда... Сейчас такое дело. Можем пропустить вход. Да. В итоге порт заблокирован. Зима продолжается. Обнаружены где-то тут армии. Ага, понятно. Ребята, давайте высаживайтесь сюда. О, тут хоть понемногу восстанавливается. Строительство закончилось в Аке. Продолжаем, наверное, строительство. 7000 съедает, но... По идее, стрелки... Так, где-то мне еще нужен был этот СЕЙЧ Эксперт. Вот здесь, по-моему... Когда он тут уже построится? Один вход остался. Хорошо. Один вход, это очень даже здорово. По-довольствию... Ну, 30 пока, но... Даже не знаю, как это надолго. Ладно, тут, наверное... Киевета Тодзе, что ли. Наши войска обнаружены. А, это вот здесь, что обнаружено. Ну, ладно, не страшно. Так. Ракеты наши. Когда же вы там уже? Два хода. Потом еще, наверное, придется ждать огнестрельную кавалерию. Ну, ладно. Раз такое дело... Тут войска у нас есть. Но я думаю, что надо увеличивать это количество войск. Два хода. Давайте я вот катан возьму себе. Для профессиональных самураев с катанами. Посмотрю, кого бы еще тут за два хода можно завербовать. Можно Яре взять. Самураев. Как вариант. Да, пожалуй, возьму два хода пускай. Вот как раз и максимум их лимит уже набран. Кавалерии, по-моему, и так пока хватает. Так что, я думаю, войска набираются. Видимо, надо будет наш флот немного распределять, но разбивать на две части. Чтобы забрать все это. А вот, а пока... Что пока? Пока я думаю, что можно смело пропускать... Ага, тут еще один полководец появился. Надо его убрать отсюда. Вот. Отлично повысила свой ранг наша гейша. Так, и что тут у нас? Плюс 5% критического успеха. Плюс 6% уйти от вражеских агентов. Неплохо. Плюс 6% уйти от обнаружения при неудаче, скажем так. Ну, что тут у нас еще? Вот 10% шанс уйти от вражеских агентов. Плюс 15% увеличивает дальность обзора. Один к рвению при убийствах. Плюс 6% шанс избежать уже... На обнаружение при неудаче. Ну, можно попробовать... Здесь эту карточку доделать. Уход от вражеских агентов и плюс 5% шанс критического успеха. И, возможно, вот эту вот тоже сделать один разок как раз туши надо. Получается. Вот. Ну, в целом, вроде бы, как все идет нормально. Ниндзя наш тут... Где тут наш ниндзя? Вы увидите. Очень много вражеских агентов. Можно попробовать какого-то из них. Монах, генерал, даймя. Ух ты, что тут прямо у них, я смотрю, три монаха. Ну, что не очень хочется под них вылазить. Ну, ладно, попробую. Попробую одного из монахов брать. Да, отлично. Цель уничтожен. Кстати, что тут у нас с этими ниндзями? Может, мы еще одного возьмем? Так. Нет, не получается. А не получается почему? Ну, потому что вот здесь надо построить это здание, я так подозреваю. Или где-то у нас была эта ниндзюшня. По-моему, где-то же была. Значит, а, вот она. Нет, ниндзюшня это не дает нам ничего, никаких бонусов для ниндз. Поэтому закажу вот эту постройку. Посмотрим, как она дальше будет развиваться. А вот, а пока, пока что, кстати, вот еще флот стоит. Ну, пускай, наверное, здесь и стоит. Если что, вот эти армии, когда переберутся, то я их опять-таки повезу на войну. А вот, а пока что пропускаем ход. Атаковали нашу торговую факторию. Я думаю, что мне от нее уже, как бы, смысла нету от этой торговой фактории. Но все равно я сниму отсюда, пытаюсь отступить. Сниму отсюда эти войска. На всякий случай. Прибыль у меня, как бы, особо не уменьшилась. Это торговля. Да что ж такое у него модная авторасчет. Корабль потеряли, не страшно. Итоги. Так, повысил свой ранг монах наш. Сочетное исследование закончилось. Зима продолжается. Монах. Монах. Классно. Монах. Это хорошо. В счастье, в провинции, где находится монах. 3,25. К дальности... Да. К дальности обзора. На карте компании. Пускай будет такая штука. Я его, наверное, сейчас отсюда заберу. Пойдет он у нас воевать. Ну, что-то, что воевать. Вот уже одно обращение персонажа. Поинт вложен сюда. Так, здесь, я думаю, у меня уже лояльность вполне себе неплохая. Поэтому монах наш пускай отправляется куда-то вот в эту, да, армию. То он будет бежать. Ну, пускай, бежит. Вот, что страшно. Здесь у меня тоже, да, по-моему, монах есть. Но монах еще слабенький, да. Набрались войска. Так, где же наши руки-то? Так, строительство. Понятное. Хорошая постройка, но надо ее улучшать. По-моему, тут стрелков. О, открылись гиганерсы. Пять ходов, ребята, вы чего так? Ну, пускай будут. То есть, нанимаются. Потом как-то я их подвезу уже. Даже немного там меткость у них прокачана. Пять ходов. Может, лучников себе взять. Хотя детальность 125 не очень такая она впечатляющая, скажем так. Рокеты, по-моему, последний ход остался. Пускай набирается. Здесь тоже последний ход. И в целом войска будут, как бы, в большей мере укомплектованы. Ганерсов я потом заберу. Так, здесь у нас опять полководец. Еще и не один. Генерала попробуем атаковать. Успешно генерал атакован. Тут у нас войска долго-долго восстанавливаются. Возможно, кстати. Кстати, возможно, есть смысл. Частично объединить эти армии. Тут у нас стрелков полным-полно. Посмотрим, что у них здесь есть. У нас тут вот эти два отряда новых подъехали. Здесь ребята еще восстанавливаются. То есть, в целом, можно вот эти отряды забрать. У Дайна. У Дайна мы привезем новеньких потом. А вот здесь... Ну, посмотрим. Главное, чтобы эти два отряда еще влезли в эту армию. Знаем. Рокетов тут нет у нас. А то есть Мартара еще. Ну, ладно. Так, ниндзя. Ниндзя, смотрю, никто не это... Не атаковал. Монаха выбираем отсюда. Цель уничтожена великолепно. Как у нас здесь дела? Ну, все вроде бы нормально, поэтому... Продовольствия пока хватает. Здесь... Ну, даже не знаю, что у нас тут вообще закончилось какое-то строительство. Только в Южном Хигуа. Клан уничтожен. О! И по итогу Икаики владеет вот всем вот этим вот полуостровом, скажем так. Вот. Скорее всего, что... Ну, даже не скорее всего, а это наш следующий будет противник. Так, где тут наш торговый ход? Не знаю, есть ли смысл его назад возвращать. Займу вот эту факторию, может, попробую. Нет, не получается. Уже сидит какое-то чудо. Вот. Так что... Ну, пока, я думаю, можно пропустить ход. Пока вербовка и продолжается. Так, опять нам заблокировали. Порт. Весна. Наконец-то весна. Набрались все необходимые нам войска. Ребята, ну что, давайте тогда... Только, наверное... Только, наверное... Так, тут еще один ход. Тут четыре хода. Я оставлю, наверное, вот эти вот, допустим, три корабля. Даже четыре, наверное. Оставлю здесь. Потому что посидят. А вот эти вот корабли наши поплывут. Поплывут. Далеко-далеко. Даже на следующий ход поплывут. Ну, ладно. Так. Поплывут, в общем, как-то вот так. Вот через, наверное, север. Посмотрим, я, кстати, сразу сейчас могу направить. Приблизительно, да. Ну, допустим, скажем, что да, как они будут идти. Все равно через южные земли. То есть, ну, даже не знаю. Ладно, пускай, наверное, как-то вот так вот сюда отправляются. На случай, если я про них забуду. Вот. А вот эти ребята заберут здесь монахов. Заберут кавалерию. Заберут вот это все. Не знаю, влезет ли оно. Наверное, все не влезет. Да уж. Ну, ладно. Значит, по частям как-то будем довозить. Хорошо. Что у нас тут со строительством? Хиго. Монастырь построился великий. Вот. Но от этого скорость найма... О, зато появился вот Нагината с Ахеей Хироу. Герои. Герои Сахеи с Нагинатами. Хорошо, пускай нанимаются. Что еще у нас тут? Веста Зума. Что такое? Вот оно интересное. Тут замок построился. Ну, в целом, единственное, что можно посмотреть, это не появились ли здесь стрелки для найма. Нет, не появились, по-моему, один отряд самураев появился. Для найма не более. Вот. Здесь, ребята, давайте объединяйтесь, если все врезают. А они как раз все и не влазят. А тут в целом армия неплохая. То есть они тут, по сути, как бы и не нужны особо. Ладно, тогда не будем их объединять. Пушки из города пускай выходят. Я думаю, что в поселении все-таки будет восстановление проходить побыстрее. Хотя не особо, но быстрее там проходят. А вот, а у вас тут как дела? В этой армии почти все восстановились. Вот. Еще чуть-чуть и все как бы будет как надо. Да, эти ребята, наверное, пускай сразу будут прыгать на корабль пушки. Пускай здесь стоят. А, так. Что будет, если мы даймю попробуем что-то? Цель уничтожена. Но, тем не менее, клан не развалился. Странно, но ладно. Ладно. Вот тут у нас еще интересное такое событие. Немного лучников есть. Рокеты есть. Здесь потрепанные войска. Неплохой гарнизон. А у нас одно оси горье. Ну, я думаю, должны справиться. Хотя у них численное преимущество такое не слабое. Но войска побитые. Плюс там еще и гарнизон сидит неплохой. Это не очень нехорошие. Ну, по численности, конечно, отрядов тут многовато будет. Ну, ладно. Тут у нас с лояльностью. Плюс 21. А раз плюс 21. Вот это кто? Кона тоже. Кона это плохо. Можно попробовать выйти и осадить вот это поселение. Что тут у нас? Тут все тихо и спокойно. То есть, в целом, можно даже его пробовать. Я его, наверное, второсчетом сейчас возьму. Просто, чтобы не мучаться с ними. 44 человека потеряли. Отлично. По-моему, повысил всего ранг наш полководец. Да, завоевываем провинцию. Полководец наш. Так, кстати, чиним эти построечки. Полководец. Что ты тут нам предлагаешь? Первый ранг только набрал. Так, один при атаках. Минус один. Лояльности генерала нет, не надо. Вот один при защите. Синель пускай будет. Здесь. Ну, дальность, наверное, перемещения по карте кампании не мешала бы ему сделать вот так вот, хотя бы на 20%. Было бы неплохо. Так, это есть. Я думаю, что вполне эта армия сможет тут обороняться. Очень даже неплохо. Тут у нас что, ребята загрузились? Еще стрелки, наверное, подождут. Тут надо было вот этот флот гнать сюда. Угу. Как-то я немного этот момент не учел. Тут набирается. Ну, я, наверное, заберу только... Тайки-ганерсы эти. Поставлю, короче говоря, здесь вот эти два корабля. Пускай добирают эти остатки. А вы все отправляетесь. Да. Все вот эти вот ребята сюда, наверное, пускай плывут. А, тут вражина попалась нам по пути. Отгоним ее подальше. И дальше плывем в порт. Надо было, конечно, отсюда снять еще вот эти два корабля. Ну, да ладно. Тоже как есть. Частями, значит, довозить. 15 тысяч. 15 тысяч. Ну что, построить тут чудо-замок? Ну, давайте, да. Подовольствие 5 съест. Мне так уж и много. Пускай строится в сиденье Прокука. Так. Гейша походила. Ниндзя. Ниндзя наш. Еще ничего никуда не... Почему, не зачем. Так. Ребята. А, вот еще один. Еще одна армия. Так. Да, монаха. Пробуем шлепнуть здесь. Покурнуть я не буду. Целе уничтожено. Понятно. Так. Поселение тут взяли. Тут я смотрю, такой гарнизон сидит великолепный. Что можно этот город даже особо там... На тему того, что его тут может атаковать. Нужно не переживать. Ну, тут так. Все здорово. Здорово, великолепно. Единственное, что он... Вот здесь. Как лучше с ними поступить. Ну, по идее, должны перебить. Буду осаждать. Причем буду осаждать. У них ворота открыты. Но я не хочу куда-то лезть. Я их просто возьму в Асаду. Пускай они сами на меня выходят. Вот. Ну, а так пока вроде бы все нормально. Поэтому... Единственное, что хотел посмотреть, как там мы с Каики. Каких мы. Верри френдли. Вот так вот. Правда, всего плюс 73. А ну-ка, Асайи. 180. Неплохо. А Курода? Где-то я далеко уже, наверное. Курода. Ну. 283. Ну, трудно сказать, что будет при разделе владений. Неизвестно. Может, они еще и обернутся против нас. Ну, да ладно. Пока пропускаем вход. Да, вышли на де-блокаду мятежные войска. В соотношении, как вы видите, 50 на 50. Что ж, приступим. Ну, что ж. Вот такая вот интересная у нас позиция. Тут есть такой холм, на котором я расположил своих стрелков. Два отряда лучников и рокеты. Ну, а естественно, под этой возвышенностью поставил войска. Кавалерию потом отведу еще, наверное, сюда в лесу. Ну, ладно, пока начнем. Кавалерия, пускай, наверное, сразу перестроится. Только так, не спеша. Где вон враги идут. Так, здесь у нас так. Так, ну, в целом нормально. Рокеты. Да, пускай, наверное, у них такая свободная стрельба будет. Будет ничего тут выдумывать. Капану вот так вот поближе подведем. Тут у нас Яри стоят. Надо будет как-то попытаться успешно воспользоваться функционалом наших самураев. Тут я даже не знаю, может попробовать встретить врага. Но трудно сказать, как лучше будет сделать рокеты наши. В медоте самураи. Вот их, конечно, бы не мешало бы самураи-ретейнеры. Вот их, конечно, лучше всего так. Стоп, пока стрельбу без приказа. И попробую по вот этим вот самураям дать залп. Ну, как-то то отлично попали. Так, а теперь стрельба без приказа. По вражеским бойцам. Ай-яй-яй. Не хотят они, смотрю, идти в атаку. Хотя нет, вот уже решились. Что ж, погнали. Рокеты, что-то, смотрю, не это. Они не особо торопятся. Так, кавалерия пускай обходит. Ребята, вы выходите сюда тоже во план. Вы тоже поближе подходите. Рокеты наши молотят. Нормально молотят. Вот, можно гвардию попробовать обстрелять. Блин, они, я смотрю, даже лучниками. Так, 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 так. Кавалерию нашу не надо трогать. Это кто такие? Ярия, Сигару тоже погнали за нашей кавалерией. О, стрелки. Стоп, стоп. Злые бабахи, блин. Попали в нашего... В наших катан. Одним отрядиком кавалерии я, наверное, сейчас сюда влечусь. Кавалерия пытается обстреливать нашего генерала. Кавалерия обходит здесь тоже. Так. Ай-яй-яй, нет, рокеты, рокеты, наверное, стоп, все, хватит. Стреляли и хватит. Кавалерия, наверное, пускай попробует вырубить вражеского полководца. Тут мы отправимся дальше нашими бойцами. Кавалерия немного зайдет во флаг. И еще кавалерия тут добавим. Давайте, ребята, спонзаем. Давайте, давайте, давайте. Шустрее погнали. Молотим их. Молотим. Победа. Победа, завершая сражение. Итоги битвы. 459 человек потеряли. Да, это наши осигары нам попадали неслабо. Но, тем не менее, поселение наше. Самое главное, чтобы мы взяли этот город, очередная провинция. Да, занимаем ее. Вот, отлично. Полководец повысил свой ранг. Закончилось очередное исследование. Так. Полководец. Так, а здесь я вижу у нас еще одно поселение. Да, отлично. Чиним, да что-то. Чиним город. Школа. Ни к чему мне уже вообще абсолютно. Фермерские угодья. Ну, можно подумать, да, увеличить как бы прибыль. Хотя тоже я смотрю тут не особо оно и надо уже. Киода додзе. Да, пускай, наверное, хотя нам бы на Янат, а вот, наверное, Союзу вот это додзе построить, чтобы больше катан было. Пускай строится. Тут монастырь, храм этот, точнее, не знаю даже. Шахты. Голд. Нет, шахты я вообще, наверное, уберу отсюда, а не... Ага, стоп. Может быть. Где-то у меня тут была... Вот здесь у меня есть шахта. Возможно, возможно, вот эти шахты дают необходимый ресурс. Я хочу попробовать... Вот какая у нас тут просто шахта. Возможно, да. Они по итогу дадут нам вот эти необходимые мечи. То есть я попробую ее развить до максимума. Посмотрим, что оно, скорее всего, вот это вот комплекс шахты-то уже максимальный будет. Но, ладно, тогда здесь, что нам будет давать по максимуму плюс к счастью? Вот, один хэппинес. Да. Вот этот храм. И попробую... Ох ты ж, съела все. Тогда сначала пускай будут, наверное, шахты. Вот такие вот. Хотя, это, наверное, надо, может быть, даже в этой же провинции надо было строить. Или вот в этой провинции. Но, ладно. По крайней мере, я попробую сначала... О, еще... Да. Что-то, конечно, влияние не очень приятное на поселение. Но, ладно. Попробую их отстроить. Возможно, эти шахты дадут нам ресурс для найма вот этих наших чудо-юнитов, на которые у нас как раз и была большая нехватка в деянии. Это, по-моему, не здесь. Это, по-моему, вот здесь. У нас... Где эти чудо-войска? Вот эти два отряда. И здесь у меня тоже, по-моему, были вот такие ребята. Яри, Хиро. Которые я не могу набирать, потому что нет ресурса какого-то. А вот, возможно, именно вот эти шахты дадут этот ресурс. Ну, что ж... Я думаю, пока что... О, тут у нас фортрес. И, возможно, даже надо будет дальше его развивать, этот фортрес. Так, чтобы нам еще такое, что давало гарнизон. Но, скорее всего, тоже воркшоп будет. Возможно. А, возможно, даже вот это какая-то постройка. Но, это уже, скорее всего, будет все в следующей серии. А вот, а пока... Пока... Что у нас в войсках? Мы почти восстановились. Здесь тоже, кстати, почти восстановились. То есть, следующая серия так обещает быть насыщенной. Весьма насыщенной. Ну, что ж... На данном этапе, думаю, стоит завершить эту серию. Спасибо за внимание. Жду ваши комментарии, лайки. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Всего вам самого лучшего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok